Так, ну чё, всем привет, вы на канале CryptoCommons. Мирного неба над головой всем я желаю и призываю к этому. И давайте попробуем разобраться, что происходит на этом фоне с криптой, да и с рынками в целом. Погнали! Итак, что мы видим? 45-минутный таймфрейм, импульс на стороне быков, часовой таймфрейм, импульс на стороне быков. Хороший здесь был бычий дивер. Не жёлтая, правда, но зелёная точка, но она почти такая же мощная, как и жёлтая на китайском Cypher. VMC Cypher B, охрененный индикатор, кто не в теме, сейчас сверху у вас появится видеоурок по нему, мы его перевели. Это точная бесплатная копия индикатора Market Cypher, на котором торгует CryptoFace, который очень круто, кстати, торгует, если вы не видели, посмотрите обязательно, как торгует CryptoFace, но не об этом. Хороший дивер, зелёная точка, импульс наверх, собственно, мы видим, как отыгрывает прямо сейчас. Смешанный сигнал на часовом и на 40-минутном Parabolic SAR, потому что 45-минутный Parabolic SAR только сейчас вот начинает показывать на бычую историю, так же, как и вот этот Money Flow, загибается у нас сюда с вами в зелёное. Но при этом на часовике Parabolic SAR всё ещё медвежий. Я думаю, что следующая точка будет здесь, и он станет бычий. Дальше идём, 4-часовой таймфрейм. Здесь тоже хороший дивер, зелёная точка, но ещё более меня удостоверило в том, что мы сейчас будем идти наверх. Это то, что по эфиру на часовом таймфрейме мы увидели здесь две жёлтые точки на вот этом вот падении. И мы, обратите внимание, уже вернулись к уровню первой жёлтой точки. Вторая была вот здесь. И вот как они отрабатывают, собственно, ребят, на младших таймфреймах. Мы ходим ещё ниже, потом ещё ниже, и в итоге мы возвращаемся выше, чем мы были. То есть сейчас такую фигуру, что-то типа перевёрнутые головой и плечи, мы можем нарисовать и затузымунить. Вот. Ключевое слово «можем», друзья мои, потому что, сами понимаете, ситуация в мире напряжённая сейчас. И многие говорят, что это всё туза дно. Я лично считаю, что наоборот это туза мун, потому что, как мы с вами знаем, дефицитные активы, такие как золото, серебро, и к ним же можно отнести и биткоин, и лайткоин, и дэш. Но не все криптовалюты далеко, кстати, дефицитные. Они, конечно же, показывают себя хорошо в такой кощунственной ситуации. Кстати, да, говорят, при этом на фонде, что можно сказать, кощунственно наживаться на горе людей, но я думаю, что можно смело шортить акции авиакомпаний и российских банков, при этом лонговать нефтегазовый сектор. Но это немножко off-topic. Смотрите, в целом, глобально по эфиру на дневке, если мы проведём вот такую трендовую, то мы сейчас ничего хорошего. Мы сейчас вернулись на её ретест как сопротивление. Смотрите, у нас сетка EMA Ribbon здесь стала медвежьей, с тех пор мы опускаемся, падаем. И вот мы её попытались пробить, не смогли, вернулись ниже. И сейчас возвращаемся на ретест этой сетки плюс этой трендовой линии. Соответственно, очень важно нам сейчас её пробить и закрепиться выше. И после этого уже можем говорить о каком-то продолжении бычьего рынка, потому что сейчас, если мы увидим вот такое движение, то, сами понимаете, ребята, по эфиру следующая цель 2000, там 1800 и погнали. Вот, не хочу никого пугать, но это так. Теперь, в пользу быков. Ребята, есть у меня один аргумент, которым хотел с вами поделиться. Товарищ некто Крипторовер в Твиттере привёл вот такой вот твит по индексу доллара. Мы сделали его сразу же ретвит в наш русский телеграм-канал, перевод этого твита. Поэтому обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, если вы ещё не. Ссылка сейчас моргает на экране. Твит заключается в том, что биткоин готовится к буллрану 2022 года. Что человек имеет в виду? Во-первых, на графике индекс доллара. Это не график биткоина, если вы не поняли. Человек имеет в виду то, что индекс доллара всегда у нас, когда растёт, обычно крипта в этот момент падает, как и фонда тоже. И смотрите, индекс доллара у нас рос, вот этот вот непродолжительный момент, да, с 2021 по 2022, крипта падала в целом. Но, смотрите, мы в треугольнике и уперлись в линию сопротивления. Если сейчас она будет не пробита, а отвергнута, и индекс доллара пойдёт вниз, к другим мировым валютам, то статистически вероятно, что крипта начнёт туземунить. Поэтому очень важно за этим наблюдать. Но вы скажете, да, но что, если сейчас индекс доллара пробьёт и пойдёт наверх? Тогда да, тогда вопросов нету, крипта ещё попадает. Но, тем не менее, это важный момент, который отрабатывал у нас. Вот начало буллрана 2017 года, начало буллрана 2020 года, и потенциально это начало буллрана 2022, ну, на худой конец 2023 года, если мы сходим выше и потом пойдём вниз. Но что я вам хочу сказать, дорогие мои подписчики нашего канала, кстати, кто ещё не подписался, можете исправить эту ошибку прямо сейчас, нажав на лайк, на колокольчик и на все дела. Что я вам ещё хочу сказать, что биткоин, по моей версии событий, ещё даже не находится в бычьем рынке. Сейчас объясню, почему. Я имею в виду, весь прошлый год биткоин не находился в бычьем рынке. Когда он поднялся с 10 тысяч на 60, он не находился в бычьем рынке, потому что, смотрите, перед вами график биткоина к денежной массе. Кто не знает, как его найти, я покажу на TradingQ тикер, оставлю в описании, как его найти. Он вот такой вот, bnc.blx.fret.m1sl. Это график биткоина к денежной массе. То есть, что это значит? Это график биткоина к количеству денежной массы, которую напечатали. Вот с 2017 года по 2022 мы видим, что денежной массы напечатали очень-очень много, поскольку биткоин у нас ещё не пробил свой предыдущий хай. Смотрите, в чём фишка. Вот это 20 тысяч долларов по биткоину, а это 64 и 69 тысяч долларов по биткоину. То есть, что получается? Эта вершина должна быть уже в три раза выше, чем вот эта, правильно? По здравому смыслу. Но она ниже. Соответственно, это говорит нам о том, что приблизительно в пять раз увеличилась денежная масса. То есть, здесь у нас цена выше в три раза, а на графике в два раза ниже. Это говорит о том, что в пять раз напечатали денег больше. А как мы знаем, что с вами происходит при вбрасывании денежной массы? Происходит инфляция. То есть, удорожание цен на товары и услуги. То есть, что мы сейчас видим? Продукты питания дорожают, нефть дорожает, золото сейчас начнёт дорожать, что его сдерживают просто бумажными шортами. И крипта, соответственно, как дефицитный актив, ну, во всяком случае, биткоин и какие-то стопудовые монеты, тоже начнёт дорожать. Соответственно, что мы видим из этого графика? Что биткоин ещё даже не находится в бычьем рынке. То есть, весь вот этот bullrun 2020-2021 года... Давайте я наложу, чтобы вам было более понятно. Наложу не туда, где у вас жёлтые точки постоянно, а наложу на график, второй график. Давайте я наложу, совмещу. Ладно, давайте так, совмещу. График битстемпа. Совмещу, чтобы вам было нагляднее. Ну и полюбуйтесь, друзья. Полюбуйтесь на то, как на самом деле выглядит график биткоина сейчас. Вот внизу у нас с вами график битка к доллару обычный, который мы торгуем, да? Вот наши 20 тысяч, вот наши 64, вот 69. А наверху график с учётом денежной массы. Вот наши 20 тысяч, а вот наши 69. Понимаете, какая раскорреляция? Получается у нас с вами офигевшая дивергенция. Видите, да? Дивергенция в плане... Конвергенция даже правильнее здесь будет сказать, но если поменять эти графики местами, то это будет дивергенция. Конвергенция, дивергенция, неважно. Расхождение реальной цены биткоина и цены с учётом вброса денежной массы. То есть, что мы видим из этого графика? Что инфляция в биткоине ещё совершенно не учтена, ребята. И получается, что биткоин всё это время у нас находился с вами в медвежьем рынке. И когда начнётся реально бычий рынок биткоина, он перепишет сначала вот этот вот свой all-time high 2017 года. И мы можем с вами примерно посчитать в процентном соотношении, какова будет цена биткоина, когда он пропишет вот этот all-time high. Нам до туда нужно подняться на 185%. Цена биткоина сейчас 39 тысяч долларов. 39 тысяч долларов делим на 100, получаем 390, это 1%. И умножаем на 185. Получаем 72 тысячи 150 долларов плюс 39. Нам нужно подняться на 72 тысячи. Плюс 39, это значит цена биткоина должна быть 111 тысяч долларов, чтобы мы находились на вот той вот отметке в 20 тысяч долларов. А дальше, соответственно, рынок бычий уже будет официально, когда мы начнём стоить 115, 120, 125 и так далее тысяч долларов. Понимаете, ребята, какой расклад? Вот это я хочу просто, чтобы вы держали в голове, потому что инфляция в биткоине ещё совершенно не учтена, при том, что сам по себе биткоин – это дефляционный актив. То есть инфляция я имею в виду как последствия на неконтролируемую эмиссию доллара. И также эмиссию тезера, ребят, которую, я надеюсь, вы понимаете, что ещё легче печатать. Тезер, капитализация которого, я извиняюсь, была ещё не так давно, там в сотне, если не в тысячу раз меньше, там какие-то миллионы долларов были. Сейчас это 79 миллиардов ничем, по сути, не обеспеченных фантиков, как вы понимаете. Но обеспеченных лишь ликвидностью той, которая есть в ваших локальных обменниках. И также капитализация биткоина, я много раз это говорил, нет там никаких 700 миллиардов, это надо понимать. И нет там никаких 300 миллиардов в тезере. И нет никаких полутора триллионов в рынке криптовалют. Вы должны это понимать. Потому что если сейчас все начнут продавать по рыночной цене, скажем, вот эти даже в биткоинах, если сейчас хотя бы миллион биткоинов из 18 начнут продавать, вы думаете, что, его весь продадут, что ли, по 39 тысяч долларов? Нет, конечно. А что такое капитализация? Это цена, умноженная на количество монет. Цена последней реализованной сделки, умноженная на количество всех монет. Если сейчас начнут дампить миллион биткоинов, цена будет падать 38, 37, 36, 35 и упадет просто до нуля или близко. И, соответственно, капитализация уменьшится, ну, как минимум в 10 раз, если все это будут дампить, а то и во все 100. Поэтому нет там никаких триллионов, не стройте иллюзий. Там есть, дай бог, 20 миллиардов, понимаете, чтобы всю эту ликвидность поддерживать, чтобы выводы ваши поддерживать с бирж, с обменников и новые депозиты принимать. Вот и вся капитализация. Это при том, что я очень побычно настроен на биткоин, на некоторые альткоины, на рынок крипты в целом, конечно же. Но надо понимать, что здесь 99% скама, который нахрен никому не будет нужен. И особенно в топе, ребята, если вы ищете проекты из топа, просто посмотрите, как они менялись от года к году. Здесь есть исторические снэпшоты. Посмотрите тот же, там, не знаю, 15, 16, 13, вон, год. Какие проекты были в топе? XRP был, лайткоин был, Dash был, Dogecoin был, Stellar тоже был. А вот BitShares, MightSafeCoin, NXT ушли. PayCoin, PeerCoin, NameCoin, где они? Counterparty, NewShares, ушли в небытие. Манера тоже был. Вот те, которые не соскамились за 5-6 лет, включая Манера, Dash, Ripple, понимаете, их относительно можно держать, лайткоин, потому что они все еще здесь. А большинство монет ушли в небытие. И так же будет с теми монетами, которые мы сейчас видим в первых строчках. Какие-то, наверное, проекты останутся. Возможно, BNB, поскольку это токен биржи, там, не знаю-ка. Ну вот, Terra Luna, Solana, я не знаю, Avalanche. Хорошие, хорошие проекты. Но видите, даже здесь есть кнопка Buy. Обратите внимание, на CoinMarketCap ввели кнопку Купить. На чем? На тех монетах, которые уже перехайплены. Пипец, о чем я вам говорю. BNB, Terra Luna, Solana, Avalanche, Shiba, Polygon. На тех монетах, которые дорого стоят, есть кнопка Buy. Да, и для тех, кто переживает за свои средства, в частности, на бирже Binance, как бы пока никакой информации от них нету, что они будут блокировать счета. Но мы знаем, была практика последние месяцы, что они блокировали много разных счетов по разным причинам. Поэтому, по моей информации, сейчас достаточно безопасно пользоваться биржами Bybit, Femex, на которых можно торговать вообще без прохождения верификации. И PrimeXBT, которая, правда, работает только через VPN на территории RF. Но работает, и средства там никому не блочат. Так что, вот такие вот дела. Все ссылки в описании. А в целом, что, не знаю. Я стою на отскок, наверх. Всем мирного неба, еще раз над головой. Не ведитесь на провокации. Не надо устраивать срачи в чатах и так далее. Никто не прав, никто не виноват. Везде есть хорошие люди. Все против, извините меня, насилия, агрессии и так далее. Я надеюсь, те, кто нас смотрит. Вот. Всем позитива, здоровья, спокойствия, профитролей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Все ссылки в описании. Будьте осторожны. Рынок дает нереальные возможности. Кризис дает всегда восхитительные возможности заработать. Поэтому не упустите свой шанс. А с вами был Гринит, канал Криптокоммерс. Всем профитролей. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok